Приветствую вас, давайте разберём ваш текст. Не могу побороть свою обиду на супруга. До брака он меня провозил и променял на другую, но я не знал тогда причину нашего расставания. Он объяснил мне, что просто устал от отношений. Я очень переживал о разрыв, а он стремительно ухаживал за другой, был с ней в интимной близости, но что-то у них не пошло. И он вернулся ко мне. Я была рада, что он не может без меня, и приняла его. Выбросил прощения за наше расставание, сделал мне предложение, мы поженились. И уже в браке я случайно узнала причину, почему он тогда от меня ушёл. Сейчас он относится ко мне хорошо, может быть и правда любит, осознал ошибки, но я не могу ему этого простить и постоянно живу с этой обидой. Очень больно. Собственно, в чём же ваш вопрос заключается, Виктория? Ну, вы вот в общем и целом обозначили ситуацию, да, обозначили в общем и целом проблему, проблему. Вот, но, как бы, в чём ваш вопрос? Испавиться от обиды? Можно. Гармонизировать отношения с супругом? Можно. А в себе разобраться? Тоже можно. Вот. Ну, обиды вообще чувство такое, детское. Я бы сказал. И важно понимать, как мне кажется, что оно вам даёт. Например, здесь, в этом смысле, я мог бы, так скажем, предположить, что обида вам в той или иной степени нужна, для того, чтобы вы могли проявить любовь и заботу к самой себе. Сейчас у вас нет такой возможности, судя по всему. То есть, ну, как бы, заботу к себе и любовь к себе вы не проявляете. Ну, вот, скажем так, ну, на постоянной основе в этом смысле. Вот. И, соответственно, для этого вам, на мой взгляд, требуется обиды. Вот. Понимаешь, да? Какая ошибка. То есть, с обидой, ну, условно говоря, с обидой, да? А вы что-то для себя? Получается. Вот. Важно, на мой взгляд, понять, что вы, ну, для себя, в этом аспекте получаете. Вы говорите, что вы были рады тому, что человек без вас не может. Ну, вы говорили, говорили о том, что приняли его, собственно, по этой самой причине. Вот. И мой вопрос, который у меня к вам в данном случае. А, не забываем говорить, что вы над тем, с чем связана ваша радость. От того, что человек без вас не может. Ну, просто вот с всем связано то, что вас это радует. Может ли вы ответить себе на этот вопрос? Если да, то это уже неплохо. Это в какой-то степени говорит о том, что вы сделали бы шаг вперед, в сторону того, чтобы разобраться в себе. Далее вы говорите о причинах, вы говорите о причинах, по которым ушел ваш мужчина, но вы их не раскрываете. И очень важно, чтобы вы их раскрыли, чтобы вы прожили все эти чувства, которые у вас есть. Ну, в том числе боль. Да? Дальше. Помимо, эээ, помимо того, что я сказал, обиду выполняет еще, эээ, такую важную, эээ, такую важную, эээ. Эээ, функцию, как свидетельство того, что ваши ожидания не совсем корректны, а модель, модель поведения направлена больше на реализацию своих потребностей. Даже, когда речь идет о человеке. Да? То есть, по большому счету, то, что вы описываете, можно назвать нуждаемостью в человеке. И мой вопрос, пожалуй, здесь, будет только такой. Из всего эта нуждаемость вырастает у вас. Да? Как она появляется. Вот. Это нуждаемость. Я имею в виду. Если вы и с этим сможете разобраться, если вы это сможете для себя раскрыть, будет совсем хорошо. Следующий момент. Вы говорите про осознавание ошибок мужчины. Это говорит о том, что вы хотите его поменять. А значит, вас что-то не устраивает. Самое себе. Понимаете? Больно-то вам. Больно вам. Больно. Именно по той причине, что вы сталкиваетесь с какими-то вещами, которые для вас болезнены. Вот. Как мне кажется, было бы очень хорошо эти аспектики небольшие раскрыть. Того, что вы в себе не принимаете. Что вы не можете сейчас в себе принять. Вот. Было бы очень и очень здорово. Ну, по крайней мере, на мой взгляд, да, было бы очень и очень хорошо это. Вот. Вот, пожалуй, примерно такой ответ. Вы пишите, он просил прощения за наше расставание, сделал мне предложение, и мы поженились. Но вы не говорите, что вы его просили. Похоже, вам просто нужно было выйти за него замуж. Что вы и сделали. Только это не решило проблему. Это нормально, если это не решило проблему. И до сих пор вы с чем-то внутри себя боретесь. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. И удачи. Обращайтесь за помощью. В основном даже вместе со своим супругом, чтобы гармонизировать отношения. Продолжение следует. По оформлению разрешение. По машине. А я не готов думаю. Подписывайтесь наastre.